Так, сегодня я вам запишу, как правильно пользоваться InShot. Всегда я начинаю с галереи. Смотрите, вот у меня уже записано видео про Stress Out. Я пишу всегда видео молча, просто кручу продукты для того, чтобы потом в будущем я могла адекватно этот ролик монтировать. Итак, я его отправляю в InShot. Сразу оговорюсь, что в InShot у меня платная подписка годовая, и возможно у меня будут такие функции, которых нет у вас. Я вам сейчас про каждую расскажу. Итак, начинаем слева направо. Первое, мы видим иконку холст. Смотрите, когда вы на нее нажимаете, если вы будете водить туда-сюда рычажочек, то, соответственно, вы можете менять, собственно, саму картинку. И еще внизу отмечу, что, видите, есть иконки, когда вы можете делать видео непосредственно для Instagram один к одному, Stories 4 на 5. И вот справа есть 9.16, это конкретно видео под TikTok. Идем дальше. Следующая музыка. Здесь у вас есть три варианта. Первое, вы можете записать, поставить музыку ту, которая есть в наличии. Как это сделать? Вы просто заходите в папку, выбираете. И, допустим, говорите ее использовать. Если она вам не понравилась, и вы хотите ее удалить, смотрите, видите, есть удалить корзиночка. Вот я вам ее пошевелю. Корзиночка удалить. Дальше вы можете редактировать объем, убирать, делать громче, тише, да? Можете делать усиление в начале и затухание в конце. Тоже это все регулируется рычагами. Дальше. Здесь же вы можете редактировать. В редактировании вы можете увеличить или уменьшить длину видео. Идем назад. Здесь же есть звуковые эффекты, соответственно, разные. Вы можете также их использовать. И запись голоса. Как это делать? То есть вы просто нажимаете на запись голоса, и вот она у вас идет, запись голоса. И можете ее прослушать. Если вам не понравилась запись голоса, вы ее выделяете и удаляете, к примеру. Идем дальше. Следующая. Стикер. Здесь вы можете просто поставить стикер, который вам хочется. И, соответственно, вы можете либо его отредактировать, либо увеличить, уменьшить. Идем дальше. Текст. С текстом все очень интересно. Смотрите. Вы, значит, пишете какой-то текст. И, соответственно, вы можете его также либо увеличивать, либо уменьшать. Есть еще момент. Вы можете этот текст ставить либо с левой стороны, либо по центру, либо с правой стороны. Я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть, когда... На что-то пишешь. Вернемся в текст. Еще раз текст. Текст. Песня. Чтобы было разное, по-разному, да? Чтобы это все смотрелось. И вот, смотрите. То есть это написание текста у вас будет. Дальше. Вы можете нажать вот сюда, вот на, видите, кружочек белый. И, значит, здесь вы можете сделать тоже определенные движения текста для того, чтобы немножечко оживить его. И, соответственно, если вы нажмете на буквы, то вы увидите непосредственно шрифты, которые вы можете использовать. Если нажмете на кружочек, то, соответственно, вы можете изменить текст шрифта. Идем дальше. Фильтр. Здесь мои любимые, скажем так, регулировки. Это вот именно регулировка. Здесь я могу увеличить яркость, могу увеличить контраст или уменьшить контраст. Смотрите, как это выглядит. Тепло, соответственно, уменьшаю, увеличиваю. И окрашивание. То есть это все вам нужно поиграться и посмотреть, как это работает. Идем дальше. РИП. Это что такое? Вы, когда нажимаете РИП, вы можете вставить какой-нибудь, допустим, у вас идет видео, и вам нужно вставить какую-то картинку. Вот в эту картинку вставили. Соответственно, здесь, видите, справа внизу у вас вот, как бы, картинка выделена белым. То есть если вы увидите вот такие рычажки, то вы можете, соответственно, либо увеличить, либо уменьшить длительность этой картинки. То есть то время, пока она у вас будет на экране. Если у вас не активна она, то просто на нее нажмите. И тогда вам все включится сюда. Здесь видите, и скорость, и копировать, и вырезать, и все подряд. Идем дальше. Обрезка. Здесь вы можете обрезать видео так, как вам нужно. И, соответственно, от одного видео вы можете сделать кучу всяких разных интересных видео. Раскол. Что это такое? К примеру, вам нужно видео, как бы, где-то уменьшить, где-то ускорить скорость. Значит, вы делаете раскол. Видите, у вас появилось, как будто бы, два разных видео. Я на каждое нажимаю, и появляются рычажки. Значит, первое, я могу этими рычажками длительность регулировать. Второе, если я просто уберу между ними, появится, видите, вот такой вот белый квадратик. Значит, вы на этот квадратик нажимаете, и здесь у вас... Идем дальше. Раскол, значит, мы поняли, что такое удалить. Удалить, допустим, вы, опять же, раскололи какое-то видео, вам этот кусок не нужен, вы просто его удаляете, и все. Задний фон. Это вам нужно, если у вас не хватает заднего фона. Я рекомендую всегда снимать горизонтально для ТикТока, поэтому здесь не рекомендую что-то двигать. Это не очень хорошо будет смотреться на картинке. Скорость увеличивает ваше видео, либо уменьшает, либо уменьшает. Соответственно, все это тоже рычажком туда-сюда. Вырежьте. Если вам что-то нужно вырезать, вы можете просто вот так вот вырезать. Видите, что вот так вот у вас будет определенная картинка. Но учтите, да, что это может исправить... Точнее, это может навредить вашей общей картинке, если вы монтируете под определенный формат. Идем дальше. Объем. Объем это звук вашего видео. Вы можете его удалять и убирать. Заменить это. Если вам нужно, допустим, вот это видео выделенное, вы берете, прям быстро его меняете на какое-нибудь вот такое вот подобное. Дублировать. Это вы просто дублируете два видео. Возможно, там вам нужно одно сделать быстро, одно медленно, знаете, для эффекта. Дальше. Обратное. Это вы просто, когда вы делаете обратное видео, то у вас идет как будто бы обратное движение. И вращение. Это если, допустим, у вас как-то неправильно было записано видео, значит, вы его записываете, то есть вращаете в тот формат, в который вам нужно. Флип. Это просто отзеркаливание. И заморозить. Это вы замораживаете какой-то определенный кусок. Допустим, у вас какое-то быстрое движение в кадре, и вам нужно его заморозить. Вот вы таким образом его можете заморозить. Вот на этом все.